У меня обед, типа, через 10 минут. Ага, пойдем вместе попробуем. Леха, там с Калей могут пораньше. Пойдем с Димоном вместе. Сейчас кушать? Пошло? Не, я в 3. Может вместе там пораньше. Ну, пойдем. Пойдем. Приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Александр Сакирко, и вы смотрите канал «Быть программистом». Сегодня у нас знакомые гости. Очень часто они берут интервью, и очень редко у них берут интервью. Думаю, вы их прекрасно знаете, но я все-таки предоставлю им слово, чтобы они представились и буквально по одному предложению рассказали от себя. Начнем с Николая. Да, ребят, всем привет. Меня зовут Чернобаев Николай. Я один из двух. Вот мы вдвоем основатели ловблога и ловскула. Меня зовут, соответственно, Ковальчук Дмитрий. Мы основатели ловблога и ловскула. Не добавить, не прибавить. В общем-то, можете нас знать по передаче депшоу, которую мы еженедельно выпускаем для вас, красавчики, на канале ловблог. Про жизнь айтишников во всех ее аспектах. Там сервисы, разные поездки, там какого-то хрени нет. Очень полезно. Мы стараемся что-то делать весело. По крайней мере, нам весело. Ребята, знаете, что я хотела вас спросить? Есть ассоциация, что вы специалисты. Ну, есть такая ассоциация. Расскажите, с чего вы начинали. То есть, вернитесь на 5 или 10 лет назад. Вспомните свой первый сайт или свою первую технологию. Что это было? Расскажите. Ну, я помню четко. Это, короче, был сайт порфолио, который я сделал, чтобы устроиться на первую работу. Это был типа сайт никчернобаев.ком. Он до сих пор есть. Он уже переделан. Он сначала выглядит всем другом. И я помню, что я очень заморачивался над дизайном. Пересмотрел там тысячи разных видов сайтов. И мне казалось, я такой необычный дизайн сделал. Прикольный, геометрический. Димон, может, помнит. Ничего не помню вообще. Такой серый-зеленый, короче, был. Колян, не помню. Давно было. И, в общем, я его сделал. И мне как-то вот... Не знаю, откуда у меня эта идея пришла. Вот, но она пришла такая, что сделай сайт порфолио, и тебе гораздо легче будет найти работу. Вот, я его сделал и реально начал искать работу. И мне взяли первую работу в компанию Embrya такая. Это они делают... До сих пор, по-моему, делают сервис «Фотострана». И у них много других, на самом деле, сервисов. Вот один из самых знаменитых «Фотострана». Это такая, типа, дейтинговый сайт. Вот. И была моя первая работа. Там я занимался в отделе соцсети. Пилил. Ну, видишь, уже получился профессиональный подход. Я когда вспоминаю свой подход... Короче, сайт был ядовитого зеленого цвета. Чтобы ты понял, что это за сайт, было 10 лет назад, когда делали на Яндекс.Народ.ру. Был такой сервис. Конечно, я и проезжу помню. Это был не сайт, а фон зеленый цвет. Кнопки. Это были вырезанные картинки. И не просто картинки, а как бы золотые градиенты. На них белый жирный текст. Музыка играла? Музыки, к сожалению, не было. Мне не хватало навыков. Там же нужно какой-то скрипт на JavaScript подключить. А я знал только HTML. Вот такая вот штука у меня просуществовала. А у Димы. Да, Дима. Я знаю, какие позаботки. У меня похожая история. Я по образованию человек, связанный с программированием микроконтроллеров, всяких систем сканирования космоса. Это ИТМО. На мой взгляд, лучший технический вуз вселенной. Не то, что там России и мира. Как бы кто не знает, программисты из ИТМО первые места мировых олимпиад занимают. В общем-то, мне всегда казалось, что сайты это какая-то хрень, и вряд ли буду ими заниматься. Но это просто несерьезно. Тем не менее, затянуло это дело, просто потому что я офигенно люблю интернет, и хочется делать сервисы, сайты, что ли. То, чем ты сам увлечен по жизни. То есть я сижу в интернете, я сижу в всяких приложениях там и так далее. Хочется приложить, так сказать, руку свою к этому делу всему. Так меня туда и затянуло. А первый сайт я делал, я помню про народ, как ты сказал, этот отвратительный халявный хостинг, да, народ. Да, тоже было дело. Вообще, я еще вспомнил, что первый сайт, который я делал, он был, собственно, на айфреймах сделан. Не знаю, помнишь ты или нет. То есть всякие там, типа, табличная верстка, это вообще позже пришло. Раньше типа там header — это один айфрейм, там навигация — другой айфрейм, и типа тут тело сайта — это еще айфрейм, и такая хрень. Это было очень давно, я не знаю, сколько лет, 15 назад. Ты знаешь, есть old school, а это grand pass school. Да, это вообще, мне кажется, большая часть людей, которые это смотрят, даже не поняли, зачем это было сделано на айфреймах. Но поверьте, были даже какие-то, что-то типа книг, где так учили делать. А я еще знаешь, что вспомнил, Дим? Мы, кто не знает, мы с Дима и с детства, с 5 лет вместе, одноклассники с первого класса, по 11. И я помню, у нас, оказывается, еще один из первых сайтов мы делали, помнишь, в школе, в 10-м классе, короче, я, Димон, ты делал про какую-то рок-группу, а я делал про кого-то рэйпера, короче. И у меня был такой красный-желтый, это было чисто HTML и немножко CSS. То есть я вспомнил, вот до этого сайта портфолио еще был сайт школе. Да, я закончу эту историю, она сильно прикольная. Мы с Колей сделали очень красиво. Я делал сайт, посвященный группе Sleep Knot. Она только появилась тогда, по-моему, ну, примерно, да. Может быть, 10-й действительно класс был. И Коля, соответственно, этот сайт сделал. Мы сделали очень красивый сайт, и наша учительница по информатике поставила нам по тройке, сказав, как сейчас помню, что вы, типа, это где-то скопировали. Ага. Это нифига не правда было. Я тогда понял, что такое несправедливость. До сих пор больше всего ненавижу в жизни несправедливость. У Димона даже есть маленькая кукла. Маленькая кукла этой училки до сих пор она и так идет. Я сделал то же самое, только я установил движок готовый, больше ничего не делал. И получил десятку. И весь год не ходил на информатику, и мне ставили десятки, потому что я умелец. Это пятерка, десятка, пятерка. Да, у нас десятки, это пятерки. Я сейчас закончу историю эту. И эту информатику нас ввела как раз-таки преподавательница из ЭТМО, из этого вуза, про который я сказал, как лучший в мире. Соответственно, приезжала к нам в школу и вела у нас. И считала нас с Колей самыми, так сказать, вообще бездарными. Раздолбаемыми, бездарными. Перспективными, бездарными. И что сейчас происходит? Мы сейчас создали компанию, которая входит в топ-3 по обучению веб-программистов в России. И в частности нас с Колей, и на меня отдельно, на смесье, приглашают в тот же ЭТМО специалистами, в жюри, в акселератор стартапов этмоновских. И мы периодически, ну не знаю, лекции 5 уже в ЭТМО я провел. Так вот, дорогая аудитория, аудитория, не, вообще вот это та ученица, которая, если она нас смотрит, она узнала нас. Я помню, что фамилия. Не будем говорить, она ставит. Она точно смотрит. Фамилия на ЭР. Она ваш канал не смотрит, а мой точно смотрит. В общем, справедливость восторжествовала. Но, честно, тот сайт, за который вы мне поставили 3, он мне был украден, я его делал сам с большой любовью в группе Слепкнот. А я делал рэпер Чингий такой был, он тоже только-то появился. Я делал, я вдохновлялся, его обложка альбома красно-желтая, короче, обложка была. Знаешь, что хочется сказать? Вот Димон четко все сказал. У нас Димона офигенно заряжает справедливость и, знаешь, надирание задницы тем, кто был неправ. И когда мы видим, что у нас получилось, у нас не верили, а у нас получилось, прям нас это заряжает. Да опять, чувак? Я вчера проходил мимо школы, короче, домой иду, в которую меня не взяли. Там была школа, вот, типа, через дорогу. И там почему-то меня родители хотели туда отдать. Я как сейчас помню, я там проходил какой-то тест, там надо было какие-то задачки выполнять. И, короче, я туда не прошел. В итоге я попал с Колей в школу. Суть в том, что... Все к лучшему. Короче, недооценили нас в свое время. Да, и знаешь, что тебе продолжу, раз мы на такую тему завели, сколько нас везде отшивали и не верили в нас, вот ты вспомнил. Я еще скажу. Все, закрывай камеру. С первой работы. Отшивай. С первой работы меня уволили, вот еще что скажу. Короче, у нас дофига было... За пьянку. Не, не за пьянку, но... Короче, в общем, мне кажется, это видео можно будет назвать типа неудачи и как их преодолевать и в итоге, что верите сразу в себя. Потому что реально у нас с Димоном много чего не получалось. И до ловскула у нас было где-то 4 IT-бизнеса неудачных. А, и вы все 4 вдвоем стартовали? Да, все. Ну, у нас были поотенцы. Мы все делаем вдвоем. Я даже приседания когда делаю, у меня Колян страхует сзади. А потом наоборот. Я заметил, Риба, мы находимся на конференцию, ребят, в питание. И попалось разное время. И они вот ходят, мучаются. Как поменять билетики, чтобы пойти вдвоем? Это дружба? Да, ребят, это дружба настоящая. Вы что думали? Мы с 1 по 11 класс за одну парту сидели. Вот так вот. Шикарно. Шикарно. Так, и еще один вам вопросик задам. Поскольку вы затронули вопрос образования, понятно, что человека можно обучить. Но когда вопрос стоит с точки зрения прокачки скиллов, то есть человек уже получил какие-то знания. Как ему дальше прокачивать скиллы? Что вы можете людям порекомендовать? Много чего. По пальцам, например. Сейчас. Короче. Давай, Колян, у тебя 10 пальцев, потом мои пальцы. Да, да, давай. Давай, я думаю, поменьше сейчас сделаем. Короче, первое, ребят, лично для меня это очень удобный формат. И я рекомендую вам. Скорее всего, раз вы смотрите канал Саши, он тоже заходит. Канал видео... Ой, формат видеоуроков. То есть, если вы будете смотреть хотя бы пару видеоуроков в неделю и пробовать повторить, то это точно будет прокачкой. Соответственно, дальше я бы поставил это живые встречи на конференциях, общение, обмен опытом реально с другими профессионалами. То есть, не просто книжки читать и повторять, а прийти на конференцию, познакомиться, пообщаться и, короче, выйти из кокона, где ты что-то один учишь и прийти в какое-то общество, где у людей будут другие мнения, и они тебе покажут, возможно, ты во многом не прав. Вот у меня такое было. То есть, я сначала, когда первую работу учил, ну, в смысле, готовился к первой своей работе, я три месяца заперся дома, учился, короче, там, пересмотрел кучу уроков, видеоуроков, книги читал, а потом меня взяли на первую работу, вот, в Эмбрию, и через четыре месяца меня уволили, и мне было очень обидно, и, ну, зато мне это дало, показало, чего я не знаю, чего я не умею и со всех сторон широких. И, соответственно, у меня была новая мотивация, как эти мои стороны прокачать, которые мне указали, что они у меня не прокачаны. Вот это такие две вещи, наверное, назвал. Видеороки и живое общение. Окей, тогда два от меня. Ребята, обязательно, вот тот язык, который вы сейчас учите, я думаю, что многие из вас изучают, может быть, PHP или JavaScript, вы должны его изучить прям от и до. То есть вы уже, допустим, пользуетесь там JavaScript, можете там все задачи решать, там слайдер и поп-ап у вас уже освоен, но вы идите обязательно глубже, читайте документацию, изучайте нативный JS, пытайтесь там сделать то, что вы делали на фреймворке без фреймворка. То есть, короче, один из языков вы должны прям очень глубоко познать. Ну, соответственно, если это PHP, там, пусть это будет PHP. Если вы пилите на WordPress, разберитесь в нем так, чтобы там любая глубина для вас была не страшна. То есть только так вы сможете стать действительно крутым спецом. Это первый совет. Соответственно, второй совет, на мой взгляд, нужно быть в теме, поэтому обязательно читайте, там, Hubber, не знаю, другие блоги, Medium, там, подпишитесь на разработчиков топовых в вашей сфере. Читайте, то есть не листайте в телефоне всякую фигню, пускай у вас будет какое-нибудь приложение, например, у меня есть Feedly и приложение типа RRS подписок, где он у меня подписан на все там сайты, которые, ну, вот если мне интересны, мне туда все приходит и стабильно раз в неделю, там, я могу посвятить день на то, чтобы, где бы я ни был, я слушаю либо подкасты, либо читаю, то есть, чтобы быть в теме. Потому что я заметил, что многие разработчики, они вроде бы уже и профи в своем деле, но они не растут, они из года в год даже хорошую зарплату получают. Но с ними поговоришь, типа, а что сейчас, как думаешь учить? Он говорит, да хрен его знает. То есть, люди заняты в своем стеке технологий, не смотрят, что есть еще, и в какой-то момент они могут остаться, как с каким-нибудь Ruby on Rails в невостребованном области, в невостребованной области программирования, где и зарплаты падают, и уже вакансию, новую работу найти тяжело. А потом смотришь, тебе, типа там, не знаю, уже там стукнуло 35 лет, что-то новое учить не хочется, а ты оказался в заднице. Поэтому будьте в теме, смотрите, изучайте, будьте в тренде, понимайте, куда движется вообще отрасль. Круто сказал, да. То есть, если вы будете знать основы, то вам выучить на любую новую технологию, вообще без проблем будет. А если вы знаете какую-то надстройку, типа там, только CMS или только фреймворк, а основ не знаете, то обратный процесс очень тяжелый будет. Да. Поэтому учите основы. Ребят, вот такой вопрос. Средний статистический зритель на моем канале смотрит видео, в среднем 10 минут. Как вам идея закончить это интервью и больше не задавать вопросов и попрощаться? Это лучшая идея, которая пришла нам в рамках этого интервью. Друзья, это были ребята с LoftBlog, LoftSchool. Если хотите учить разработку, обращайтесь к ним. Если хотите учить WordPress, никуда не уходите. С вами был канал «Быть программистом». Всем пока-пока. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова